Шалом Здравствуйте, меня зовут Роб Пеннер, я один из пастырей в Уиллингдоне. Я начну сегодня с самого типичного еврейского приветствия — шалом. Когда два еврея встречались на дороге, то они говорили друг другу шалом, или шалом алейхим. Слово шалом означает мир, слово алейхим означает на тебе. Приветствуя другого, они говорили «Я желаю, чтобы твоя жизнь была наполнена миром». В разных культурах люди приветствуют друг друга по-разному. В нашей церковной семье, которая объединяет много культур и языков, вы услышите «Ола» от испаноговорящих, «Аньонг» от корейцев, «Коничуа» от японцев и «Привет» от русскоговорящих. Китайцы обычно приветствуют фразой «Ты уже поел? Чи фан ле ма?» Если вы были на китайском банкете с 12 блюдами, то не удивитесь тому, что люди, придумавшие столько блюд, приветствуют именно так. Почему евреи приветствуют друг друга словом «шалом»? Это одно из главнейших слов их Священного Писания Ветхого Завета. И это была та вещь, которой они желали больше всего. Обычно мы переводим слово «шалом» как «мир», но его значение намного шире. «Шалом» описывает жизнь. Какой она должна быть? Это когда дети рождаются в семьях, где родители любят друг друга. Вы оставляете свой кошелек на лавке, и никто не забирает его. Пожилому человеку уступает место в автобусе, все ложатся спать с полным желудком. В мире идеального «шалома» на окнах нет решеток, нет охранников, нет замков, на дверях расовых проблем, разрушенных браков и даже никаких смертельных болезней. «Шалом» Бытие 1 рассказывает о том, как Бог создал мир, превратив хаос в порядок. В Бытие 3, когда грех вошел в мир, порядок снова превратился в хаос. Мы переживаем отсутствие «шалома». Дети растут в разбитых семьях. Люди крадут наши кошельки. Старикам приходится стоять в автобусе. Многие ложатся спать голодными. У нас есть расовые проблемы и разводы. «Шалом» в мире был разрушен террористами и триадами, вами и мной. Он разрушается каждый день большинством людей. Апостол Павел как-то сказал, что он сам был величайшим нарушителем «шалома» в мире, величайшим грешником. Мы постоянно видим, как наши сердца разрушают «шалома». Когда мы называем водителя идиотом, когда мы осуждаем брата или сестру, когда мы не хотим мириться с супругами, проблема греха в смыслах, словах и деталях кроется в том, что он нарушает «шалом». И это отсутствие мира заставляет нас жаждать его. В день рождения Иисуса пастухи услышали хор ангелов, который призывал мир на землю. Слова вышних Богу и на земле мир в человеках благоволение. Ангелы провозглашали «шалом» при рождении Христа. Их провозглашение мира на земле базировалось на словах ветхозаветного пророка Исаии. Исаия жил за 700 лет до рождения Иисуса, но он пророчествовал о пришествии Иисуса. Иногда пророчество предсказывает будущее, но оно всегда обращено к настоящему. Люди во времена Исаии были несчастны. Тогда доминирующей силой была Ассария. Их армии были жестокими и беспощадными. Они вторгались и контролировали меньшие народы. Израиль был полем битвы. Ассирийские армии насиловали, убивали и грабили людей. Никто не был в безопасности. Большинство из нас не знает, каково это — жить в зоне боевых действий. Но это реальность для многих в мире. Мой отец рассказывал нам истории о своем детстве в Украине. Солдаты приходили на их землю и угрожали его семье. Некоторых из его соседей забирали, и их больше никто не видел. Семья моего отца в итоге села на поезд и сбежала. Но во времена Исаии поездов не было. Людям было тяжело убежать и найти защиту. Главным врагом стал невидимый вирус. COVID-19 принес страх и смерть. В то же время обычные битвы продолжались. От рака в этом году в нашей стране погибло 80 тысяч человек. Во многих городах мы видим бунты на улицах. Они даже добираются до наших домов, офисов и районов. Такое ощущение, что мы оказались в зоне боевых действий. Исайя начинает свое пророчество со слов. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. Когда нам кажется, что шалома нет, то единственное, что может поддержать вас, это надежда на то, что мир можно как-то восстановить. В зоне боевых действий свет часто гаснет, и ничего не видно. Ваше будущее туманно. И эти слова Исайи дали надежду людям. Но, как скажут люди, пережившие реальные войны, надежда важна. И этим людям, жившим во тьме, Исайя сказал, «Все будет хорошо». Вас не раздражает, когда кто-то утешает вас так. Вам кажется, что все катится в тартарары. А вам говорят, «Не переживай, все будет хорошо». Обычно эти слова оптимизма не очень помогают нам. Но есть большая разница между человеческим оптимизмом и христианской надеждой. Мирослав Вольф — хорватский теолог, который рос во времена сербско-хорватского конфликта. Это была главная тема мировых новостей в первой половине 90-х. Он стал одним из лучших христианских авторов на тему «Мира в нашем поколении». Вольф пишет о разнице между оптимизмом и надеждой. Оптимизм связан с хорошими вещами в будущем, которые латентны в прошлом и настоящем. Надежда, с другой стороны, связана с хорошими вещами в будущем, которые приходят к нам извне, от Бога. Будущее связано с надеждой. Это дар чего-то нового. Мир, на который мы надеемся, приходит извне. Он не связан с нашей способностью найти его или получить. В трудные времена Исаия проповедал, как заевшая пластинка народу Израиля. Доверяйте Богу, доверяйте Богу, доверяйте Богу. Все выглядит так, словно мир распадается на части. В конце тоннеля не видно света, но продолжайте доверять Богу. И Он сказал следующее в Исаии 26.9 и 26.10. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». Это то послание, которое мы должны услышать в конце 2020 года. Ежедневные показатели ковида иногда становятся барометром наших эмоций. Наш уровень тревоги может легко меняться в зависимости от этих показателей. Показатели растут, мы паникуем, показатели падают, нам легче. И хотя врачи говорят о трудной ситуации, они хотят, чтобы мы были оптимистами. Они говорят, мы сделаем это вместе. Вакцина уже почти готова. Нам приятно слышать эти слова, даже если они базируются на нестабильных человеческих способностях. Но Бог хранит нас в совершенном мире, если наш ум будет сфокусирован на Нем. Истинная надежда на мир должна находиться вне нас. В книге Исаии мы видим послание о том, чтобы полностью доверять Богу. Исаия несколько раз говорит о грядущем правителе. Это пророчество из 9 главы 6-7 стиха стало вступлением к Мессии Генделя. Одно из самых известных композиций. Это древнее пророчество отражается в словах ангелов, которые явились в ночном небе, когда пастухам открылось видение Божьей славы. Исаия сказал, что для ходящих во тьме загорелся свет. И это свет был метафорой надежды. Но в ту ночь для пастухов также загорелся и буквальный свет. Представьте себе, после 700 лет ожидания эти бедные пастухи, представители низшего класса в те времена, впервые услышали, что исполняется древнее пророчество Исаии. Это послание в Исаии 9-6 и 9-7 одно из самых ярких описаний характера и миссии грядущего Мессии, нашего Господа Иисуса. Обратите внимание на три главные идеи этого пророчества. Первое. Иисус обращается к нам лично. В день рождения Иисуса, когда ангелы обратились к пастухам, они сказали то же самое. «Младенец родился вам». Мы видим намек на то, какого царя могли ожидать люди во времена Исаии и пастухов. Это был царь, которого они могли назвать своим. Царей времен Исаии обычно обвиняли в том, что они делали то, что обычно делают цари. Они жили в комфорте своих дворцов, в то время как простые люди голодали и не имели защиты. Царь, рожденный на Рождество, с другой стороны, родился для нас. Он не пришел, чтобы жить во дворце, но чтобы разделить опыт простых людей. Его первой кроватью были ясли для кормления животных. И он умер на римском кресте. Иногда мы используем фразу «человек из народа» для описания определенного вида политических лидеров. Это одно из прозвищ американского президента Томаса Джефферсона. Оно означает, что хоть человек и лидер, он понимает простого человека, а простой человек понимает его. И слово стало плотью и обитало с нами. Иоанна 1,14. Мы называем это воплощением. Это когда Бог стал человеком, в отличие от других правителей мира. Иисус не пришел, чтобы расположиться выше нас. Он пришел, чтобы быть с нами, прожить жизнь человека. Свет мира пришел, чтобы пережить нашу тьму. Он был главным человеком из народа, даже на человеческом уровне. Нам тяжело представить, как Бог смог смириться, чтобы стать подобным нам. Уинстон, один из братьев в церкви, Уиллингдон, 30 лет проработал старшим прокурором в суде Британской Колумбии. Когда он начинал работать, то, как ему тогда показалось, он оказался в окружении самых ужасных преступников. В основном ему доставались дела людей, которых обвиняли в ужасных преступлениях против детей и других уязвимых групп. Эмоциональное давление от постоянного нахождения в такой тяжелой ситуации часто приводило к тому, что ему было не по себе. С одной стороны, это были жертвы, дети, пережившие насилие, супруги, скорбящие семьи. Он лично видел у их боли страдания. С другой стороны, находились преступники. Для Уинстона, который никогда не нарушал криминальный кодекс, эти люди казались монстрами. Один из первых уроков, которые Уинстон усвоил на этой работе, у греха нет разных уровней. Он мог оказаться рядом с худшими из преступников, потому что Христос умер за них. На протяжении 30 лет он учился тому, как воплотиться, если так можно сказать, в обществе, которое сильно отличалось от него. Насколько же большой был разрыв между Иисусом и человечеством? Насколько сложнее представить, что Совершенный Сын Божий стал похожим на нас, но для того, чтобы пришел настоящий мир, это должно было случиться. Мир должен был прийти извне и поселиться внутри нас. И только Бог, который стал похожим на нас, мог сделать это. Дороти Сейрес была британской писательницей и христианкой. В 1941 году, в разгаре Второй мировой войны, ее родная Англия находилась в ужасном положении. Как Израиль, времен Исаии, они боялись врага снаружи и искали смелого лидерства внутри. В то время пьесу Сейрес «Человек, рожденный стать царем» пускали на радио BBC, и она писала следующее о воплощении Иисуса. Воплощение означает, что по какой-то причине Бог позволил нам упасть, страдать, быть подверженным скорбям и смерти. Тем не менее, у него хватило искренности и смелости, чтобы принять то же самое. Он не может требовать от человека того, что не требует от себя. Он сам прошел через все человеческие переживания, от тривиальных раздражений семейной жизни и ограничений трудной работы до нехватки денег и самой ужасной боли, страданий, унижения, поражения, отчаяния и смерти. Он родился в бедности и пережил бесконечную боль. Все для нас, и считал, что оно того стоило. Бог считал, что мы стоим того. Он родился ради нас, чтобы освободить нас из тюрьмы страха и смерти. Это величайший побег всех времен. Богу пришлось сесть в тюрьму и работать изнутри. Евреям 2.14 и 2.15 говорит, «А как дети, причастны к плоти и крови, то и Он так же воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Второе. Иисус лично несет нас. Мы читали эти два стиха из Исаии. Слово «мир» и «владычество» повторяются дважды. «Мира было мало». Это была та вещь, которую больше всего желали жители Израиля. Это была та вещь, которую им не могло дать правительство. В основном царили не следователи за Богом. Они принимали неверные решения, были эгоистичны. Они больше переживали о том, как обеспечить свое положение, чем благосостояние людей. Они делали мир хаотичным, а не мирным. Обетование рождения Спасителя было тем, что они должны были услышать, лидер, который будет управлять хорошо и принесет шалом. Никакое земное правительство не смогло принести настоящий шалом своим людям. Я жил несколько лет вместе, где нельзя было говорить ничего плохого о правительстве. На самом деле, человека могли посадить в тюрьму за это. Но в западной демократии мы можем критиковать правительство, и мы с радостью пользуемся этой свободой. Мы жалуемся на то, что правительство увеличивает национальный долг, отдает предпочтение определенным группам, не может решить проблемы со здравоохранением, не видит проблему в наших районах и не имеет значения, кто представляет правительство в то время. Мы всегда находим что-то, что они делают не так. Но когда мы читаем слова о том, что владычество или правительство будет на плечах Иисуса, то это не означает, что он будет формировать бюджет и решать проблемы здравоохранения. Его правление связано с его именем, чудный, советник, бог крепкий, отец вечности, князь мира. Это наш правитель. Он дает лучшие советы. Он всемогущий и вечный. И он сосредоточен лишь на мире. Эти четыре имени описывают нам правление Иисуса. Вот что отличает его от всех других правителей. Он может наблюдать за всем сразу, главными проблемами Вселенной, и каждым из нас, побывав внутри, он знает наши тревоги, о безработице, наши страхи о том, что странная опухоль может превратиться в нечто более серьезное. Наша грусть из-за разрушенных отношений, наше отчаяние из-за кажущегося бесконечным цикла зависимости. Он не только знает нас изнутри, но и носит нас на своих руках. Правительство его на плечах. Это значит, что Иисус лично несет за каждого гражданина ответственность. Моему старшему внуку Ноя четыре года. Он активный, спортивный, любит бегать и гонять мяч, но он также любит, когда я держу его на руках. Когда я прихожу к нему, он подбегает и просит взять его на руки. К сожалению, однажды это закончится, потому что он вырастет и станет слишком тяжелым для меня. Но когда Иисус говорит нам быть похожими на детей, то это одна из тех вещей, которые он не хочет, чтобы мы забывали. Он хочет, чтобы мы всегда приходили к нему, чтобы он брал нас на руки, нес нас, наши проблемы, тревоги и даже грехи. Все это никогда не будет слишком тяжелым для него. Одна из молитв, которая помогла мне вернуться в руки Иисуса, записана в 130-м псалме. «Господи, не надмивалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятая от груди». Иисус обращается к каждому лично. В Матвея 11, 28 сказано, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите его, мое, на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Пастор Джон Пайпер называет пять вещей, которые Иисус будет нести за нас. Наши грехи, тревоги, бремена, нашу потребность в справедливости и всю нашу жизнь. Джордж Мюллер жил в Англии в 19 веке. Большую часть своей жизни он заботился о сиротах. За свою жизнь он помог 10 тысяч человек. Он создал 117 школ, которые дали христианское образование 120 тысячам учеников. Мюллер постоянно пытался восполнить больше нужд, чем у него было ресурсов. Он стал чудесным примером многим поколениям миссионеров, служителей. Этот человек молился непрестанно и действительно доверял Богу в том, что он совершит невозможное. Мюллер верит, что та невероятная работа, к которой он был призван, не была его ответственностью. Однажды среди трудных времен, когда приют испытывал трудности, кто-то спросил его, как ему удается находиться в таком мире. Мюллер ответил, «Я переложил 80 вещей на плечи Господу сегодня утром, если у вас есть какие-то вещи, которые вам нужно переложить сегодня на плечи Иисуса». Возможно, это какие-то отношения, страх или грех. правительство находится на его плечах. Третье. Мирное правление Иисуса будет постоянно расти. Умножению владычества его и мира нет предела. Воля Божья состоит в том, чтобы правление Иисуса не переставало расти. Ничто не может повлиять на волю Божью. Это значит, что правление Царства не наступит сразу. Это стало серьезным разочарованием для людей во времена Иисуса. Он сравнивал себя с этим незаметным семенем. Но лишь когда это семя будет закопано в землю, оно сможет стать чем-то ценным. Книга Иакова говорит, плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. А в Нагорной проповеди Иисус сказал, «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Он доказал, что Он величайший Сын Божий, став величайшим миротворцем через Свою смерть. Апостол Павел пишет, «Ибо благоугодно было, чтобы в Нем, Иисусе, обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его, и земное, и небесное». Я хочу еще раз вспомнить Уинстона, брата из нашей церкви, работавшем в суде. После 30 лет усердной работы Уинстон ушел на пенсию с чудесными историями искупления о том, как Бог работал в нем и через него ради жертв и преступников. Он рассказывал о том, как мужчина, обвиненный в семейном насилии, признал свою ошибку и захотел примириться о молодой девушке, которую насиловал ее отчим. Она освободилась от горечи и боли и создала свою семью. 30 лет Уинстон был семенем в почве из жертв и преступников. Это путь Иисуса, потому что Иисус сделал то же самое для нас. Это семя было посажено в почве человечества 2000 лет назад. Мы видим, как его правление выросло в мире. Благодаря Иисусу души миллионов и миллиардов теперь имеют вечную надежду. Благодаря Иисусу строились больницы, сироты обретали дома, семьи учились прощать и примиряться. Мы с вами являемся семенами мира, как и наш Господь Иисус. Он посадил нас там, где хочет видеть тело Христова, продолжает сеять семена для правления шалома. В прошлом столетии человек по имени Клеренс Джордан жил в Америке. Он был белым, профессором Нового Завета и фермером. Но чтобы помочь в борьбе с угнетением афроамериканцев, Джордан создал общину ферма Кайнония. Это было место, где белые и черные могли жить вместе, быть равными в обществе, которое считало одну расу выше другой. На его ферму постоянно нападали расисты, но община Каноноэ всегда восстанавливалась. Одним утром после ужасной атаки, уничтожившей большинство зданий, репортер из местной газеты приехал туда. Он задал Клеренсу вопрос, «Мистер Джордан, насколько успешной вы считаете свою ферму?» Джордан узнал в голосе человека, который напал на его ферму ранее, посмотрел на него и сказал, «Настолько же успешной, как и крест. Шалом может быть нашей реальностью, потому что это имя нашего царя. мир в жизнях и отношениях говорит о том, что Иисус, князь мира, царствует. Позже Павел написал, что Иисус наш мир, потому что сделал двух одним целым». Он так писал о том, что суть Царства Божьего не в пище и питье, но в праведности мире и радости в Духе Святом. А после этих слов он призвал последователей Иисуса искать того, что приносит мир. Иисус не пришел, чтобы добиться мира, докопавшись до сути, но поместив себя в основании всего. Правительство находится на плечах того, кого мы называем князем мира. Он не выиграл дебаты, не вел в вопросах и даже не пытался захватить власть силой. И его вознесение было результатом того, что был в основании всего, став семенем, которое посадили в землю. Вот как появилось его царство. И так его правление будет распространяться через нас по всему миру. На Рождество мы приходим к нему в яслях и на кресте. Мы разделяем с ним смерть и урожай жизни, его вечной жизни. Знаете ли вы, князя мира лично, нашего Господа Иисуса, он родился для нас, и он обращается к каждому из нас. Примите ли вы дар спасения? Признаете ли вы его своим царем? Если у вас не было личных отношений с Богом, вы и только вы можете обрести их, помолившись со мной. Господи Боже, я благодарю тебя за то, что ты полюбил меня безусловно и вечно. спасибо, что послал своего сына в мир, чтобы он родился среди нас, жил среди нас, чтобы понять нас, умереть за нас и воскреснуть из мертвых. Сегодня я хочу открыть свое сердце и признать твой дар. спасение есть лишь в Иисусе. Я прошу прощения за свои грехи во имя Иисуса. Я прошу, чтобы силой Духа твоего я смог принять Иисуса как своего Господа, жить ради тебя и расти в тебе с этого момента и до конца моих дней. Я прошу этого во имя Иисуса. Я прошу этого Господь от чистого сердца во имя Иисуса. Аминь. В завершении я хочу провозгласить древнее благословение из Ветхого Завета. Да благословит тебя Господь и хранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя. Да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир. Иисус. Спасибо. Спасибо. .